Встречащие бойцовские качества, дважды с одинаковым счетом 2-0, победил Шахтер. Уважаемые телезрители, добрый день еще раз. Итак, начинается прямая трансляция телекомпании «Глаз» отсюда, со стадиона «Черноморец», где в решающем матче и для нас, и для Шахтера, и для Киевского «Динамо» встречаются команды «Черноморец» и «Шахтер» Донецк. Ну, я вижу, что наши болельщики, во всяком случае, посмотрим как команды, но наши болельщики всегда в хорошей, отличной форме. Вот честно признаетесь ли, вот сюда, вот вы, вот как всякий болельщик, наверное, да, вот таите внутренне вот такую вот надежду, пусть немножко фантазическую на то, что «Черноморец» сегодня покажет себя? «Черноморец» всегда был грозой авторитетов. Я уже хожу, наверное, в этом году будет юбилей, 25 лет на этот стадион. Всегда хожу с настроением, всегда хожу с верой в то, что мы выиграем. С «Шахтером», с «Волынью», но особенно приятно выигрывать у лидеров, безусловно. Вы помните в свое время, может быть, вы не помните, но где-то лет 25-30 тому назад у «Черноморца» вообще, так сказать, была такая кличка, что ли, чемпион Москвы. Когда «Черноморец» ездил в Москву и выигрывал все московские команды. Правда, потом приезжали домой, проигрывали там всяким «Кайратам» и прочее. «Чемпион Москвы» игр за авторитетом, все это помню, да. Выигрывать у сильных – это полезно и приятно, но очки надо набирать всегда. А вообще настоящие фанаты поддерживают команду в любой ситуации, даже когда она играет плохо и теряет очки. Наоборот, когда команде тяжело и плохо, ее особенно сильно нужно поддерживать. И вот эта вот вера, в которую... Вот мы же не верили, когда наша сборная поехала в Стамбул и выиграла 3-0. Мы слабо верили, что мы вперед выиграем 1-0, возьмем 3 очка. То есть, вот надо, наверное, верить, и вот эта вера, наверное, потом передается каким-то образом игрокам. Верить надо всегда. Мы не верили, когда «Черноморец» был на последнем месте, пришел Семенович и сделал маленькое чудо. Мы не верим в том, что с таким... Не верили, могли не верить, что придет Блохин и с таким составом обыграет, и мы будем на первом месте. Верить надо всегда. И мы нужны нашей команде, в основном тогда, когда ей плохо, когда мы проигрываем. Мы будем верить, что не в этом сезоне, а в следующем мы будем в УФА. И мы будем опять бороться за чемпионство, как было в 90-х, в середине 90-х годов. Ну и вы пару слов. Как ваше настроение перед нами? Ну, надеемся только на победу. По-другому и быть не может. Иначе зачем приходить? Ну что ж, вот наши три голоса, я думаю, вольются в общий хор тех болельщиков, которые уже подтягиваются сюда на стадион. Что ж, мы верим в победу. И я передаю слово нашим комментаторам, которые теперь на протяжении этих двух часов будут вместе с вами. Игорь Шафигулин и Александр Ляхович, вам слово, пожалуйста, комментируйте матч. Лоргес 74 у Донецка. Ну, а «Черноморец» вообще отстает от донецкой команды, от «Шахтера», я имею в виду, на целых 33 очка. И я думаю, что это, конечно, не есть предмет для нашей радости, что называется. То есть, вряд ли вот такое вот соотношение сил способствует тому, чтобы выравнивался класс в чемпионате. Но, с другой стороны, если говорить откровенно, это намного лучше, чем те времена, когда была абсолютная гегемония киевского «Динамо», когда у него попросту не было конкурента, достойного борьбы за первое место. Правда? Ну, и безусловно, даже одно, понимаете, одно то обстоятельство, что сегодня наша команда может сделать наш чемпионат, ну, будем так говорить, беспрецедентно интересным, уже настраивать нас на особый лад перед этим матчем. Мы можем дать нашей стране еще один золотой матч. Ну, а вот, а теперь на поле выходят футболисты. Вот возгласы энтузиазма болельщиков. Кстати, одна из трибун целиком отдана болельщикам «Шахтера». Вот вы ее скоро увидите, я думаю, наш режиссер покажет. Видите, слева там оранжево-черные цвета команды. Именно в такой форме выходит «Донецкий Шахтер». «Черноморец» в белой форме, и я думаю, Игорь, что стоит рассказать о составах. Если позволите, я начну с наших гостей. Давайте начнем. Итак, наши гости «Донецкий Шахтер», лидер нынешнего 14-го чемпионата Украины в высшей лиге. Команда выступает сегодня, можно сказать, в самом, что ни на есть, боевом составе. Начнем по порядку. В воротах Ян Лаштувка, номер 16. Правый линейный Дарио Сырна, 33-й номер. Леволинейный Развана, 26-й номер. Игроки центра защиты. Мариуш Ливандовский, 18-й, и Хасмин Беркеуан, 2-й номер. Игроки центра поля. Анатолий Тимощук, капитан команды, 4-й, извините, номер. Франс Эли Матузеллен, 9-й номер. Игорь Дуляй, 6-й, и Родригес Жатсон, 38-й. И два нападающих у «Шахтера» сегодня. 25-й Брандау и 11-й Андрей Воробей. Сегодня в запасе у «Шахтера» такие игроки. Степель Плетикоса, это вратарь. Минат Лалатович, извините, Флавиус Стойкон, Алексей Белик, Томас Хюрджман, Звенивир Букич и Блумер Эллана. Вот такой состав наших гостей. Ну, а главный тренер Мирча Лучецкую. И теперь о составе «Черноморца». Итак, «Черноморец-Одесса». В воротах Виталий Руденко. Далее. Павел Скоропад, Сергей Белозор, Андрей Кирлик, Александр Косырин, Руслан Гелазев, Сергей Сгура, Виктор Доценко, капитан команды Сергей Даниловский, Дмитрий Гришко, Евгений Луценко. В запасе у нашей команды сегодня футболисты. Геннадий Альтман, вратарь. Далее. Вадим Лещук, Александр Сгура, Синиша Бранкович, Александр Короев, Владислав Ващук и Евгений Лошенков. Главный тренер команды Семен Альтман, президент нашего клуба Леонид Климов. И арбитр в поле сегодня Игорь Ищенко, Киев. Ему помогают Юрий Скорейко-Черновцы, Александр Кревский, Киевская область. Резервный арбитр Сергей Березко, Киев. И делегат Федерации футбола Украины Сергей Татулян, город Киев. И вот игра началась. Сейчас донецкие футболисты владеют мячом. Попытка передачи в центр. Там что-то произошло. Нет, судья показывает, что ничего страшного можно играть. И уже Павел Скоропад. Попытка сделать длинную передачу на Касырина не удалась. И Тимошук сейчас с мячом. Александр, обращается внимание на себя тот факт, что не поставил сегодня в стартовый состав Владислава Ващука Семен Альтман. Что бы это значило? Да, кстати говоря, Владислав Ващук зато есть среди запасных. А вот там, к сожалению, нет ни Симоненко, ни Митерева. И вот это тоже с одной стороны... Ну, Митерев травмирован, дорогие друзья. Я думаю, что вы все это знаете. У него травма задней поверхности бедра. Мы в противоположную от нанесенного удара. Угол. Доценка. Нарушили правила Горняки. Это Ливандовский против Касырина, по-моему, да, Игорь? Ну, и сейчас Кирлик, по крайней мере, будет. Давайте посмотрим, что для монет. Но вот почему нет Владислава Ващука в стартовом составе, я думаю, что мы по ходу игры с вами немножко, может быть, дадим, попробуем разобраться вот в этом вопросе. Ну, а пока что с мячом наши футболисты. Сергей Даниловский здесь, вот, возле центра поля. Длинный пас на Евгения Луценко. Что показывает судья? Показывает вброс в... За боковой наши футболисты. За боковой наши футболисты будут вбрасывать. Сейчас уже видно, что будет Луценко помогать Касырину впереди, естественно. Вы знаете, Александр, вот в последнем контрольном матче против нашего Одесского Сигнала именно вот эта пара Евгения Луценко... Ну, Касырина не было, понятное дело, он был в сборной. А вот на острие атаки были Евгений Луценко и Евгений Лошенков. Сейчас прервали попытку Воробья прорваться вперед. Кирилл Луценко, хорошо. Даниловский, отлично, Касырин. По центру он нападает... По месту центрального нападающего, но... Не поняли друг друга сейчас Кирилл и Касырин. Поднимал две руки Сергея Сгура вверх, где, сказать, сюда давайте мне передачу, но... Наверное, может быть... Да, может быть, потому что Касырин находился спиной к Сергею Сгури. И вот не последовало этой передачи. С другой стороны, Кирилл обнаружил, что он в офсайте, пытался выбегать. Поэтому произошло это несогласованность. Ну, что же делать? Это бывает. Игровая ситуация. С мячом донецкие футболисты. Внимание! Очень хорошо привал Скоропад этот выпад. Отлично, да. Потому что мяч был адресован Брандау, а это всегда опасно. О, какое не очень хорошее взаимопонимание, так что было между Тимошюком и Левандовским. Да, и Левандовским. Вдвоем они ринулись на один и тот же мяч. Тут же Левандовский так поднял голову в знак того, что он очень разочарован таким ходом вещей. И Джатсон там пытается подключить слева это Рассер, наверное, там, судя по позиции, да? Нет, это был Дарья Сырна. А вот сейчас была попытка такая, будем так говорить, забегания. Это Разван Расс вот сейчас. Нет, это был Рассер, у нас здесь на правом фланге, да. Я поднял флажок и вне игры оказались горняки. Исполняет вратарь Руденко и перевод на Гелазер. Гелазер хорошо по левому краю продвигать, набирать скорость. Здесь сразу трое футболистов пытались помешать, но все в порядке. Потерял разновесие всего лишь навсего. Дарья Сырна помешал сейчас Тимошюк нашему футболисту. Тимошюк с мячом на левый фланг. Переводит атаку капитан Донецкой команды. Сейчас такое вот позиционное что ли нападение переходит Донецкий Шахтер. Выбор вариантов нападения, да. А вот подходит тренер. Ошибка. Отлично. И вот здесь может быть хорошая контратака. Пас в направлении Луценко. Кто показывает себя? Судя показывает, что из-за боковой. Бросать не было нарушения правила. Кирлик будет сбрасывать еще на Даниловского. Даниловский, хорошо. Кирлик куда? Не совсем понятно. У нас гуру достопеет, конечно, Сергей. У нас полузащитник. Но не очень, конечно, потерял атаку наша атака. Перевод на Гелазева на левый фланг. Хорошо, Гелазев принял место. Даниловский отлично. Очень хорошо. Переброс. И не попал по мячу Даниловского. Отлично, как Русценко. Эх, вот это было уже неплохо. Дмариш Лимандовский стал на пути мяча. Ну что ж, очень мобильно вот сейчас двигается наша команда. И это очень отрадно отмечать. Потому что сейчас вот в этой игре, я думаю, что, Александр, будет многое решать, быстрота мышления наших футболистов. Я думаю, что в этой игре будет еще и многое решать. Я имею в виду так, как она сложится. Удастся ли какой-то команде забить быстрый гол? Луценко. Ливандовский. Ну, чуть подталкивал. Не прав был Луценко. Подталкивал руками Луценко. У тебя Ливандовского не так просто столкнуть, но ему это удалось. Уже по инерции как-то было, в общем, достаточно игровое нарушение. Но судья, слава богу, ситуацию эту не драматизировал. И с мячом Тимощук, который, как всегда, выполняет роль одного из дирижеров команды, по крайней мере, так, издалека питающего мяча. Сейчас попробует передачу на Брандау. Хорошая передача достаточно. Если Брандау владеет мячом, могут быть проблемы у нас. Но упустил мяч форвард Горняков. Слишком далеко. Слишком далекая была передача. Не смог принять, да. И слава богу, говорится, для нас. Убрасывание за боковой. Андрей Воробей, обратите внимание, не покидает нашу стрессную площадку. Брошков бросил Гора. Тут Гора непонятно пытался изобразить. Поженлировал мячом и упустил его за боковую. Просто не смог сыграть технический брак. Жатсон, по-моему, судя по фактуре. Передача на Дарья Сорну. Пытался опередить Матузалем. Это опасно. Аккуратно. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. Потому что, когда Матузалем входит в штрафную, это очень опасно. Угловой первый угловой в нашей игре будет подавать Донецкий Шахтер. И туда побежал подавать, по-моему, это Жанцин. Жанцин, да. Это его специализация. И сейчас надо быть внимательным, потому что Донецкий футболист умеет играть головой. Ну все, обошлось. На подборе Тимащенко. Счетники, это Гелазин был. Сорна. Перебрасывал мяч. Хорошо. За боковую. Могло бы быть достаточно опасно, если бы не дотянулся до мяча Дмитрия Гришко. Но на этот раз все обошлось, слава богу. Матузалем? Пожалуйста, да. Подача. Матузалем подает, судя по всему, и очень хорошо подает. Опасно. Хорошо, Скоропад. Ничего не было. Очень хорошо разобрался он здесь с Брандау. Острая была ситуация, согласитесь, Игорь. Очень хорошая ситуация. Сейчас судья подыграл. Да. Сейчас судья невольно подыграл. Очень хорошо. Молодцы. Скоропад. Очень хорошо. Вот сейчас стопером таким отлично играет Скоропад, нарушая тут же правила. Андрей Воробеев, видать, поддался этому общему эмоциональному фону Донецкой атаки и тут же нарушил правила. Но я думаю, что это было скорее как бы инерционная такая ситуация. И не понял его Луценко, к сожалению. Ему потеряли мяч. Я думаю, что Сгура здесь не совсем прав. Он слишком сильную передачу делал в зону. И если бы даже успел стартовать чуть раньше, Луценко, он бы все равно не успевал. Но, тем не менее, пытается перевести на фланг на сорну. Нет, на Дуляя. Дуляя в центр на Тимощука. И вот Тимощук уже ищет вариант продолжения атаки. Здорово. Сыграли донецкие футболисты. На коротке играет донеча. Ранее хорошо Гелазев разобрался в ситуации. Вовремя оказался там Гелазев, надо сказать. Сложно. Обратить внимание, что донецкие футболисты сейчас 5-6 передач делали очень грамотные и классные. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, на первых, очень нравится мне вот на первых минутах Павел Скоропад. Читает ходы. Ну, просто замечательно. Боюсь глазить. Да, не надо, не надо. Очень хорошо. Не надо слишком хвалить. Очень хорошо. Сейчас не в пример, кстати, к предыдущим играм, где Павел мог допустить, будем так говорить, небрежность в своих действиях. Вот сейчас все очень даже неплохо. Вбрасывает мяч из-за боковой донецкой футболисты. Наверное, далеко будет бросать. Да, вот, что да, там Барандау пытался. Белозор. На месте. Выбил мяч головой Луценко. Отбросил подальше. Ливандовский смещен. И Лаштовка, очевидно, сейчас будет. Здесь, конечно, нужно поддержку немножко косыриную оказывать, потому что он опять блуждающим таким, форвардом здесь. Беркуан отдал своему партнеру сирена линейный игрок. И снова теперь через центр, опять через Тимошука. Обратите внимание, что все атаки у Донецка начинаются через капитана команды Тимошука. Получается своего рода связующее звено, что он между броной и атакой. Кстати, нечто подобное он пытается не всегда удачно в последних матчах делать и в сборной страны. Тимошук, кстати, может очень здорово ударить. Сейчас у него удар не получился, к счастью, для Черноморца. Но лучше не давать пристреляться этому полузащитнику. Действительно классно. Ну, безусловно, наши футболисты понимают, что игроков Шахтера нужно встречать и как можно дальше от своей штрафной, потому что давать возможность бить даже из-за пределов штрафной, это значит подвергать дополнительной опасности наши ворота. Смотрите, как Тимошук сейчас довольно нахально ступал в борьбу. Игорь Дуляй. Раз, борется. Очень, очень хорошо, очень хорошо борется здесь. И что? Раз задержал. Задержка. Все правильно. Раз задержал, и, по-моему, немножко пострадал игрок Черноморца защитный. Сейчас не видно отсюда, кто именно. По-моему, это был Павел Скоропад. Похоже, что да. Да, Скоропад так трудноватенько поднимается, скажем прямо. Ну ничего, я думаю, что не страшно. Сейчас он придет в себя. И Черноморец пробивает штрафной. Ну что ж, судя по расстановке на поле, Александр, вы знаете, вот мы вновь играем сейчас, будем так говорить, в два нападающих. Родь второго нападающего у нас выполняет, по-моему, сейчас Евгений Луценко. Совершенно верно, да. По расстановке. С самого начала было видно, да. Вот, ну... Но он играет такого оттянутого форварда, что ли. Вот у нас три атаки по-прежнему настолько лишь косырин. Ну конечно. Так, внимание, передача на правый фланг, Парабей. Парабей, да. Преследует его Белозор. Не дает воробью развернуться и заставляет отдать передачу назад. Сорна будет подавать. Подача вверхом. Опасная подача. Хорошо, очень хорошо сгура. Перехватил. Просто прекрасно сыграл сгура. Ну и здесь, конечно, нарушение правил. Досадуя на это, сжаться в ровном, да? Или Матузалем. Нет, Матузалем. Девятый номер Матузалем. Франсили Матузалем. Ну, со свойственно его бразильской, будем так говорить, эмоциональностью, темпераментом тут же вступил в борьбу и нарушил правила я думаю что недостаточно мотивированных стать это сделал действительно в эмоциональном порыве а пока черноморец побивает мяч далеко вперед и вот санка не удалось пусинка завершил за мячу мячок разворачивается и куда опять на раса на левый фланг но сейчас я смотрю опять больше левом фланга вы знаете шахтер здесь судя по всему акцент атаки да там же жас он туда смещается туда же смещается чаще мы тузовым правда он сейчас центре возможности некая вот такая текущая задумка все такими челуческу может быть он обнаружил на нашем левом фланге точнее правом фланги какие-то бреши в обороне подачи хорошо грешко выносит мяч белозор и спокойно нужно разобраться все нормально сергей сгура луценко уже пришел на правый фланг оценка хорошо косырин нет не доходит у него мяч косырин не дадут конечно лоштовка далеко вперед выбивает мяч в надежде на брондау или воробья но не тому ни к другому мячик счастью для нас не попадает и с мячом теперь опять разворачивается на левом фланге линейный игрок левый опять через тему щука посмотрите как строится теперь перевод на сырна и дуля и здесь же рядом сына но посмотрим что будет делать сырна сыграя с дуля нет смещается в центр и передача в никуда здесь немножко потерял равновесие что и тимащук решку технично разобрался в эти в ситуации игорь дуляй даниловский хорошо помешал мяч при этом перевод на мото за лима удар может быть сильным это за лима да слава богу так немножко нервно бросился на этот мягче виталий руденко я думаю что руденко это сделал так нервно потому что не был уверен что мяч не идет створ ворот все-таки не так уж далеко от ворот прошел мяч а мото зелен может попасть мы это знаем но не сегодня пусть лучше не сегодня и так примерно идет уже 15 минута первого тайма счет не открыт быстрого гола пока у команд не получилось и слава богу я имею до особенно если учесть что скорее всего на быстрый гол рассчитывает тренер мир чалуческу наших гостей упустил мяч за боковую линию до игрок наших гостей и чем 17 минута с нас минута игры идет и пока что 00 напомню друзья вы смотрите в прямом эфире матч 29 тура черноморий шахтер предпоследняя игра нашей команды в 14 черноте украины и последняя домашняя встреча одесского черноморца прямая трансляция как обычно происходит благодаря поддержке генерального спонсора черноморца и макс банка победа на без золота ну и эту трансляцию осуществляет телерадиокомпания глаз как всегда начиная примерно с первой со второй половины первого круга нынешнего чемпионата даст бог ох какой опасный удар сейчас был чудом каким-то сейчас руденко среагировал на этот удар вот я по-украински кажуть петступный удар андрея воробья более точного слова наверно не 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 придумаешь в этом случае я думаю игорь что удар был не столько петступный сколько бы единственно возможны при той скорости который развил воробей он просто по-настоящему может быть и не попал потому что руденко оказался на этом месте но вообще ситуация была конечно на носком как бы в одно касание без подработки это был из-под тишка этот был удар ну конечно воробей между прочим неплохой игрок игрок сборной украины вновь шахтер в атаке наша команда сейчас играет от обороны это понятно хорошо скоропад очень хорошо понимает лично разобрался скоропад и что такое продолжение далекий пас на на кассе отбросить отбросить хорошо получилось у косы хорошо три зубченко сейчас может здесь разобраться ситуации нормально кирлик хорошо сбивает кирлика и но что вот так вот в этом случае посмотрите сбивает кирлика конечно бы он бы пошел бы в ту зону куда направлял косырин мяч но вот вот так в такой ситуации так давать общие действия судьи это сложно я думаю что да конечно тут очень неоднозначная ситуация явно вас носа если бы он владел мячом конечно хорошо а с другой стороны это развязывает руки донецким футболистом после того как пас уже был сделан могут сделать с тем футболистом который уже сделал все что так это достаточно типичная ситуация в футболе действительно это так игрок уже не владеющий мячом потом теряет равновесие с помощью скажем защитников но думаю уже судья на обычно не обращаем даниловский да сам же страна очевидно будет подавать да нет нет за это жак жасана а сорна вот сходу было за снимать мяч угловачья и что чтобы оказывается что сильно что-то конечно показывает важно что покажет судья сейчас поле рукой сыграл доцент а судья очевидно хочет показать кому-то из игроков шахтера что они не правы очевидно было реплика может быть судье потому что очевидно хотели чтобы был пенальти я думаю что в этом дело объяснил с линейным арбитром линейным арбитром апеллирует церна недовольным решением по поводу углового судебности дара церна не проще я пытался выполнить подачу стратную жатцам но сорна и хорошо бросается под мяч отлично провел скоро сыграно скоропат пока действительно выделяется поет успевает и слева и справа подключаться будет нагреть к обороне очень-очень опасно сейчас пробивал мутузолем второе очень острый момент у наших ворот можно сказать по-настоящему острый правда че принял на грудь мяч и тут же тут же сбросив его пробил внимателен виталий руденко это очень важно игорь дуляй сбрасывает на своего права него не повтор вот принимает мяч на грудь и тут же бьет не давая мячу опуститься на газон в эту золен да но это было счастью по центру ворот и руденко на месте он видел да видел все это не удалось в угол пробить если в угол было бы конечно сложнее сыр на подачи борьбу хорошо очень уверенно очень уверенно очень спокойно играет руденко на выходе сгура правый фланг нашей атаки опять длинная передача на косырина ну здесь честно говоря трудно было косырина рассчитывать зато даниловский интересно да тем не менее разобрались ситуации хорошо уценка стремится с игрой хорошо даниловский отлично косырин нет не доходит на него мяч взгляд даниловский не успевает он нормально сыграть да не удалось последняя передача до него да очень хорошо перехват центре поля снова данииловский сгура мы вновь переходим в атаку в шпагате такой тимащук прочел хорошо до ситуации его пыши с мячом пырли хорошо ливандовский вот обрезал рано что непонятно что дел с городу ли подавал подворота хотел ударить посильнее я думаю в этой ситуации то ли подача то ли удар но во всяком случае только я хотел сказать что черноморцы пока хорошо получается разрушительная игра но не очень созидательная как тот же на метились контуры атаки что заканчивается 20 минут нашего нашу из дебют матча уже позади быстрого гола не случилось и сейчас игра перешла как бы позиционное такое русло черноморец впервые пытался настоящему по-настоящему скомбинировать что-то мотузолем тимащук к что играет ближе к центру поля дуляй очень опасно передача прошла на дуляя хорошо все прочитал виталий руденко я водил мячом с горы дуляй надеялся что там на опережение сыграет очевидно воробей но не получилось черноморец атакует через правый фланг с гора с мячом видите где косырин оказался или уже здесь да пришел не от хорошей жизни передачи не находят его в центре и впереди да он приходится искать мяч смещаться до искать мяч и здесь конечно не очень удобные позиции для задания брондау сыграли снова мы тоже ленте мащук вот ведь хорошо комбинирует центре и передача на воробей а аккуратно пропускает мяч ударить молодцы от сангел тимащук нормально на всякий случай до контролировал прикрывал до левый для дальний угол но пока не попадает тимащук слава богу ну что ж друзья я думаю вы согласитесь с нами очень интересный футбол действительно очень интересный футбол ни одна из команд не отсиживается в обороне заведомо не держит мяч не затягивает время и что самое приятное не грубит в общем-то да играет действительно футбол который позволяет и сопернику поиграть и сами что-то пытается правда пока острее наверное все таки действует шахтер как и положено лидеру я думаю ну это понятно я думаю что и такую тактику предполагал и семён альбом конечно крии тактическая будем договорить раскладки на эту игру что наша команда все равно по-любому будет играть даже несмотря на свое поле вторым номером конечно от обороны потому что было бы самоубийством попытка сыграть шахтером в открытую игру я думаю все хорошо перехват мяча доценка рукой даже я не знаю что сказать по поводу такого решения игоря ищенко разве что дождаться повтора я думаю что лучше всего по этому поводу ничего не говорите не переживать все-таки это было не наши штрафной площадке да ну слава богу ну да конечно все-таки ну это не совсем не буквально черкнул черкнул по мечу по руке виктора доценка мяч я не думаю что это можно вообще назвать формально все-таки это было рукой разве что формально будет тимащук сейчас распоряжаться этой ситуации минуту будет бить первый такой серьезный стандарт четверо футболистов стенки удар по моему вы знаете по моему это был рикошет мне кажется тоже что что-то произошло моему это был рикошет руденко бросался в правый угол а мяч влетел влево я не думаю что он настолько был нерасчет интересно посмотреть повторно важно что капитан донецкой шахтеры тимащук открыл счет со стандарта давайте смотрим повтор тимащук разбегается удар да я думаю что там было рикошет все кого-то из игроков даже не в стенке те игроки которые стояли за стенкой те игроки которые стояли за стенка у кого-то из них уходил мяч потому что стенку он пролетел по моему беспрепятствием и так ирлик с мячом даниловский посмотрим вот луценко сейчас сама штрафной откровенный достаточно грубый штрафной извиняется игрок сейчас самое главное нашим футболистам во первых это не расслабляясь в обороне все-таки попытаться баркелан да атакующий контратакующие точнее говоря действия потому что один мяч это еще бы ничего страшного можно отыграться самое главное не делать из-за этого мяча пропущенного трагедии конечно это даже еще не драма если учесть сколько впереди еще времени игрового семена ключ альтман появился у бровки поля естественно нервничает посмотрим как черноморец распорядиться стандартом этот стандарт не первые бассейн не дошел мяч до игроков черноморцев на моих рук снова тимащук ну конечно тимащук исполнял хорошо штрафной но ему и повезло согласитесь рикошет нет безусловно руденко видел изначально полет мяча ну конечно же он не мог предполагать этот рикошет и горе но это всегда так поэтому будем считать что произошел несчастный случай ему что можно летучиться нужно точнее виталия руденко в этом безусловно это очевидно рикошет это всегда несчастный случай ни один вратарь в этом не бывает виноват но сейчас главное теперь как черноморец дальше себя проведем да у смещается видите что получить мечтожат сам брондау но на воробья здесь такая была перед еще один угловой очевидно нет от ворот мне за судья ошибка была при передаче здесь абсолютно очевидно ну слава богу теперь руденко теперь очень важно сейчас прийти в себя после этого нокдауна и наладить конструктивную игру я думаю это серьезная задача но ее можно решить я должен сказать что на мой взгляд не такой уж подавляющим было не таким уж подавляющим было преимущество шахтера вот в первой половине первого тайма и поэтому черноморец по-моему вполне способна сегодня противостоять лидер нашу самая главное узнаете александр я думаю что нашим ребятам сейчас нужно попытаться наладить контроль учу поддержать вот его нужно поддержать сейчас у себя неважно там куда как мы будем его отыгрывать назад вперед вопрос нужно наладить вот контроль над этим мячом почему потому что он к сожалению пока что не держится в наших футболистов а если он не держится значит дополнительные опасности всегда возникают наших ворот все это конечно хорошо сказать потому что на самом деле все это предопределено таска тем кто превосходит в центре поле недаром говорят покажите мне вашу полозащиту и я скажу вам какая у вас команда жаса воробей вот хорошо перехват гелази отлично уценка хорошо на ногах устоял вот можно перед направо можно перевести только быстрее нужно делать все с гура на кассире нас и кассирина левантовский против него да ну что сделать кассирин не очень удачно сыграл кассирин 0 левантовский мяч за боковую линию и надо вбрасывать кассирин конечно это не будет делать это дело полозащитников пошел александр вперед не очень как-то пошел энергично что будем делать дальше вот дальше разыграли и будет еще ура передача вперед наверное нет опять за всем старшим сурале и вынужден уже мотазолем видите трудится защите выбивает нас за боковую линию большой объем работы проделывать бразилис мотазолем номер девять ну когда-то виктор ешь прокопенко сказал что мотазолем это самое ценное приобретение шахтеров и межсезонье перед честнадцатым чемпионатом да я думаю что виктору евгеньевичу нельзя отказывать справедливости этих слов что дайловский отлично вот здесь вот не получилось передачи на нее уже выходил евгений луценко но не получилось ценность бразильца мотазолема для шахтера предопределено еще и тем что этот игрок который имеет опыт выступления в одном из самых сильных европейских чемпионатов итальянском так что он там тоже был если не одним из лидеров чемпионата италии то во всяком случае заметным игроком ну и шахтере конечно он играет очень серьезную конструктивную роль хорошо взаимодействует с брондау как правило с другими своими партнерами в частности с жатсоном вот это трио бразильцев сегодняшней встречи это основная пожалуй угроза для черноморца хотя как видите на деле получилось что главная угроза это один из немногих украинцев составе шахтера тимащук кстати уже если говорить о легионерах то в сегодняшнем составе шахтера если меня нет память из двадцати трех заявленных игроков только четыре украинца один из самых легионерские оснащенных клуба в украине безусловно и насколько мне известно что за каждого следующего легионера придется выкладывать нашему футбольному клубу любому украинскому яйца ведут по 15000 условных единиц напомню что вступает в действие ограничение на количество легионеров стартовом составе заявленном составе поэтому то есть одновременно находящихся на поле скажем поэтому не обязательно в стартовым нет вот платить будут платить будут за заявленного легионера кому платить игорь ну я так понимаю что пфл понятно эти деньги пойдут на развитие наших футбольных школьных будем надеяться на это а пока шахтер предпринимает еще одну попытку атаки вот страна правда не очень-то спешит шахтер я думаю что если первый тайм закончится с этим счетом горняки не будут возражать ну а черноморец вот не было я полагаю что должен против такого исхода первого тайма возражать покажите мащук снова пытается найти длинной передачи партнера непонятно воробья была передача где кассире 20 хорошо кассирин влазь ирлик кирлик оттянулся назад прессингуют футболисты шахтеры заставляют наших футболистов отыгрываться назад и искать и речь искать нечего видите не удалось посоветим проскочить и выжила первые на мяче кирык вот направо просится передача ну как-то не то что бы вперед в поле все-таки то хорошо что на то что видите неудачно сыграл справа игру и теперь чем извините шахтер опять на дарио сырна очень часто пользуются горняки переводом мяча с фланга на фланг частности на сырна на тузолем видите где оказался вновь сырна с мячом сместился на правый фланг кто тяготел к левому теперь он на правом фланге оказался и на тему щека ведь все я думаю через мучила тузолем и мощу когда два футболиста которые держат все нити игры шахтеров своих руках или ногах безусловно особенно конструктивные игры дуле активно такую же я могу сказать вы разжаться тима щук просит мяч снова тузолем видите большое преимущество в центре поля донецкого шахтер надо признать жатсон опять подключая сырна и сырна в центр но там слабо хорошо старом по 1 месте сырна дает мячу уйти за боковую линию знаю что он их бросит и вот опасно сжаться в центр ох какой опасный был сейчас удар хорошо сгура все-таки помешал помешал воробью нанести прицельный удар да я боюсь что если в воробей попал в угол ворота не чтобы мужа не помешало забить второй мяч но тем не менее слава богу что этого не случилось потому что все-таки 02 это было бы намного хуже чем 01 первое здание повтор действительно помешал сейчас воробью сергея с гора и виталий руденко был уже как бы вне игры образно выражаясь потому что смещался он в противоположную от нанесенного удара угол доценка нарушили правила горняки это ливандовский против кассирина по моему да игорь но и сейчас кирлик по крайне мере будет давайте посмотрим что придумают наши футболисты в этом случае я думаю перевод на гелазево то ли на другой фланг нет кассирин с кирликами дониловский не видно пока варианта вот такого развития атаки и неточной передачи свободных зон практически не оставляет оборона шахтера сейчас хорошо очень свободно но гелази я в лазер гелази тут претензии предъявляет тимащук андрею воробью да но с другой стороны согласитесь что гелази хорошо был на ходу до ворот было не так далеко если он попал на все его хвалили это вухо не так хвалили может быть но все-таки можно было как-то повернее в этой ситуации сыграть у него впереди была свободная зона абсолютно тимащук был уже будем договорить неудел сместись ближе к линии штрафной дай пас направо и налево напрашивалось развитие атаки масса была вариант тем временем защитники черноморца нарушили правила против брондау и сейчас будет там подавать скорее всего мотожелем я думаю будет разыгрывать там же жадсон два бразильца рядом жадсон рванул вперед и получил передачу очень опасно очень опасно жадсон скоропад против него играет не дает скоропад назад вернулся хорошо здесь хорошо луценко ты разобрался луценко да и что будет дальше оценка на ну куда вот здесь ошибся до цен к сожалению да брондау попытался на рассчитывать на точный удар с такой позиции опять-таки возвращаясь к этой теме а если бы попал игре как бы мы его хвалили надо дерзать все-таки особенно видя конечно просто за футбольное мастерство мы бы на минуточку попытались отрешиться того что мы болеем за черноморец и признали что это очень красиво но не попал и так черноморец вводит мяч в игру на мой взгляд сейчас примерно идет 35 минута если наш режиссер подтвердит на табло то что вы смотрите игры на табло нашего стадиона но да точно показывает можно не ориентироваться ну будем договорить плюс-минус минута наверно да не так важно сейчас и ливандовский с мечом бракуан его партнер в центре обороны опять перевод на сыр на игре его игровой территориально преимущество конечно же на стороне шахтера безусловно уверенно себя чувствуете более команды ведет 1-0 в гостях передачи джатсон это это за ли ему и чем снова видите явно не спешит и шахтер счет 1-0 в первом тайне вполне устроит и вот перехват но нет надо тимошчук вмешался дуля и дуляй упускает мяч за боковой линии и кирлик кирлик гелазев вперед вперед на попытка хорошо косырин очень хорошо освободился было бы до сгура молодец владел мечом все порядка пределах правил отличный удар в створ ворот под ближнюю штангу пил сергей сгура вот это хорошо вот это уже наш футбол хорошо бил сбора но и и вратарь был ближе к этой штанге к ближнему углу и ваш пилотный повтор мощнейший удар под ближнюю станку первоугловой да по моему будет одессе подаваться кирлик у мяча не лазит даниловский косырин все там впереди кто может рей нет ластовка на месте и вбрасывает точно нажатся на рукой а вот здесь ошибся жатся на русском к вот попытаться хорошо молодец сырен но никого нет рядом нет не удалось переиграть косырину и не было нарушения правил на мой взгляд просто саша немножко не рассчитал это обегание и сейчас с мячом на тузолем а тузолем напросился на штрафное конечно технику свою проявил убрал мяч уже в момент когда игрок черноморца сделал выпад и штрафной игорь дуляй опорный полузащитник шахтера с мячом передача в центр на своего партнера полузащите тимущука и сырна а извините раз теперь раз играет со своим партнером джатсоном и снова тимущук в центре не спешат наши гости и это понятно они ведут один-ноль они контролируют пока игру и как бы нет оснований им суетиться а вот сейчас сейчас воробей сыграл правда в никуда чем вот дуля ведь и вмешался но мяч сейчас будет одесситов надо распорядиться хорошо и дуля ведь и какой объем работы продерживают дуля ушел мяч на полузащитники сербии ну что некоторый спад в игре наметился да никто никуда не спешит футболисты чувствуют что приближается перерыв черноморца все-таки надо было бы пытаться отыграться еще в первом тайме луценко здесь боролся лучше да да конечно учитывая такое преимущество еще совсем неплохо сыграл и тут прессинг применяет против сырна ошибся конечно даниловский нарушил правила все варится третьих номера здесь поздорили у нас сырна явно не доволен этим естественно долго не поднимается опять-таки маленькая может быть хитрость и тимащук сейчас будет пробивать штрафной нет сырна решил это сделать отыграл назад до шахтер доигрывает первую половину встречи но все-таки пытается обострить передачи на брондау против брондау там играет наш грешко дмитрий и оттесняем зальем вот мы тоже лент исследует его доценка хорошо отбирает мяч по моему нет нарушили правила судьи оставил эти сын к показывает что он держал меня за футболку в этом эпизоде но судья неумолим показывает на точку откуда нужно разыграть штрафной я думаю что техника здесь мы тоже лима сказалось не выжаться мы будем сейчас делать я думаю что тимащук конце концов этим сейчас займется они с жасом сейчас попытаются запутать игроков черноморцы нет подключили видите то без лист когда судья просит перебить желтая карточка жаться там надевать несколько раз предупреждал его его греченка до свистка не бить до свистка не бить по моему такое ощущение что ударил до свист по моему игорь макаши тимащук немножечко выиграл пару метров предвинул мяч поближе по мне с этого не отжаться на было все равно жаться на была показана нет я не об этом я говорю что место нарушения было чуть чуть не здесь тимащук чуть выиграл неважно на второй раз ему так не повезло но получился угловой угловой удар еще еще раз черноморец будет сейчас обороняться после стандарта побежал джаз он подавать угловой удар и надо быть внимательным игрокам черноморца если учесть что достаточно много у бразильцев людей которые могут изменить его шахтера людей которые могут сыграть это и бразильцы нет сыграли назад игроки шахтера и наверное в этом есть свой резон донецким футболистам не стоит форсировать события все-таки 1 0 они ведут с этим счетом матч до перерыва еще один раз будут водить мяч из боковой это дарио сыр на правый линейный игрок дониччан будет вбрасывать не спешит это делать ведь из него не очень удачно сейчас подбежал бразилиц мотозолема сыграл но ведь и опять сейчас будет играть и что показывает судья нарушили правила против мотозолема до нарушили слова сыр на не спешит снова долго устанавливать мяч видите смотря так матозолем рядышком кто из них будет непонятно играть скорее всего все таки сыр на до матозолем пробегает сыр на подает под удар и вот могло бы быть очень опасно но там хорошо сыграли наши защитники и теперь есть вариант а вариант этот нет пытался сорвать атаку но мяч оказался у черноморца вот здесь уже на мой взгляд явное нарушение правил против доценко нет показывает судья наоборот доценко по мнению арбитра сегодняшней встречи игоря ищенко нарушил правила нам остается только констатировать что судья возможно виднее так все таки какое решение решение да что нарушил доценко так решил судья мотозолем тем временем продолжает игру отыгрываясь с партнером получает мяч в ответ и ливандовский играя с браке уаном идут вперед игроки шахтера остаются уже не так много времени до конца первого тайма напомню 1-0 после штрафного пробитого тему щеком мяч задел кого-то из игроков стоящий в стенке и сергей сгура с мячом правый фланг нашей атаки и так черном повел шахтер 1-0 черноморец пытается все-таки подать мяч на единственного там находящегося впереди своего игрока этого если я правильно луценко был до косырин был чуть оттянут час ну что же тем временем информация с других стадионов нашей страны друзья я поняла вы наверняка знаете что параллельно проходит сразу несколько матчей все матчи этого тура начались в одно и то же время 18 часов 30 минут ну и на интересующие нас будем договорить встречи надеюсь прежде всего ильичевск волынь он скажет что же еще с волынь 0-0 пока что не открыть но самое интересное я думаю другое днепр проигрывает на своем поле кривбасу со счетом 0-1 и металлург донецк с металлистом пока что тоже нулевая ничья ну и динамо выигрывает в закарпатье с счетом 2-0 да днепр кривбас это очень интересный результат конечно безусловно а давайте посмотрим турнирную таблицу что для нас предпочтительнее во встрече или через волын наверное чтобы выиграла волын да ну как бы там ни было пока что футболисты играют как играют а мы рассмотрим что происходит у нас а у нас перевод мяча на правый фланг был сырна сыграл назад на беркуана беркуан своему партнеру ливандовский посмотрим ливандовский не очень по моему стремится обострять игру держит мяч центре поля да опять на беркуана явно шахтер доигрывает первый тайм ведя в счете на полной один ну и видите вот тоже доказательства правоты моей версии так просто никуда была передача и гелазев который тоже не выглядит человеком который стремится отыграться в первом тайме отдает на даниловского получает мяч в ответ и чтобы глазу делать и гелазев передает наказали а косырину крайне сложно против него беркуан или вандовский играет очень внимательно немножко будем на грязи таки обнял за плечи нашего форварда донецкий игрок безусловно луценко хорошо принимал мяч но он тимащук еще лучше сводил перехватил буквально на полу взлете у него перехватил раз опять пытается как-то обострить игру и передача ну вот видите попытка на воробья что ли сыграть опять неудачно обрели внимание александр вот сыгры то сыгры то особо таких опасных моментов шахтер не создает настоящему два были если вы помните да вот я не три я бы назвал тот удар андрея воробья когда уценка когда рубенко зафиксировал мяч буквально на линии ворот и вот еще один момент который у нас был если не ошибаюсь и там еще до этого вначале все удар матузали да совершенно обработал мяч на грудь принял и ударил это вот два момента которые с игры сон был шахтер в остальном да это по-настоящему острый бомбе на 6 на сушеном играет собрано и не допускает пром не будем брать несчастный случай с рикошетом наши ворота и голым соответственно и вы знаете футбольная практика ведь все больше показывает что команда владеющая больше игровой инициативой брондау сейчас очень хорошо сыграл скоропат просто просто молодец парень сегодня как-то безответственно наш сейчас играть а сырин под но флажок да не судья все-таки была в сайт момент передачи к сырин был же чуть-чуть ошибся с позиции наш нападающий вот нужно было чуть-чуть дать паузу чтобы мяч перелетел будем так говорить через голову напоминаю что в одессе на центральном стадионе черноморец завершается первый тайм встречи предпоследнего тура 14 чемпионата высшей лиги он собственно покинул завершился первый тайм поле у нас завершился первый тайм давайте посмотрим статистику итак удары по воротам 73 пользу шахтер удары створ ворот 3 1 опять же пользу шахтера угловые 4 1 пользу горняков вне игры один раз сказались наши футболисты предупреждение только лишь пока что ужаться на удаление не было нарушение 9 6 в нашу пользу и владение вичем влете 32 процента против 68 у донецкого шахтера две трети времени владел донецкой шахтера ничего но если вспомнить о том что футбольная практика показывает что владеющим еще инициативой даже и мячом команда далеко не всегда выигрывает например матча сборной что заявлено сегодня это скорее всего евгений лошенков если он конечно готов ну а что касается мерчи уческу главного тренера до донецкого шахтера то его конечно арсенале на его скамейке есть много игроков которые могут изменить характер течение встречи хотя не видно особенно стимула делать это поскольку донецкий шахтер выигрывает 1-0 уверенно контролирует игру по крайней мере в первом тайме согласно статистике донещане в два раза больше владели мячом чем одесситы но тем временем подбадриваемые болельщиками в основном болельщиками черноморца разумеется а сегодня довольно много болельщиков пришло на стадион погода хорошая команда нуждается в поддержке ну судя по визуальным таким впечатлением по моему 20 тысяч которые у нас были на матче черноморец динамо киев то есть это рекордная цифра в этом сезоне не лично сейчас будет все-таки напомнить нашим зрителям тем кто еще особо не сначала смотрит наш прямую трансляцию о составах сегодняшних команд ну давайте так начнем с гостей мы правда еще не успели посмотреть если замены по моему их пока нет и если команда играет том же составе то состав этот выглядит так итак донецкий шахтер сейчас их ворота справа они в оранжево-черной форме в воротах ян лаштувка номер 16 дарио сырна выступает по 33 номером это правый линейный игрок мариуш ливандовский центральный защитник второй центральный защитник космин берк уан берк уан 2 ливандовский 18 раз ван рац левый линейный игрок по 26 номером капитан команды анатолий тимащук игрок центра поле главный как бы дирижер команды францель и матуза лем 9 номер игорь дуляй 6 и жатсон родригес 38 номер это группа игроков центра поля донецкого шахтера и впереди 25 брондау и андрей воробей под 11 номером так выглядел состав первом тайме донецкого шахтера главный тренер команды мерча лучевскую но посмотрим может быть мы еще увидим что произошли какие-то замены пока их не видно ну а состав черноморца выглядит так в первом тайме по крайней мере виталий руденко в воротах павел скоропат сергей белозор андрей кирлик александр косырин руслан гелазев сергей с гора виктор доценко капитан команды сергей даниловский дмитрий грешков евгений луценко в запасе у нас вратарь геннадий альтман и далее игроки полевые вадим лещук александр с гора синиша бранкович александр корой владислав ващук и евгений лошенков ну вот пока вы зачитывали состав александра донецкого шахтера на поле появился новый игрок а там 36 номер элана блумер и вот я сейчас смотрю по позициям кого бы он мог заменить джесса не джесса на поле а я пытаюсь найти на поле 33 номера дарио сыр ну и пока что его не нахожу глазами ну сейчас не все игроки у нас и ходить спиной к нашей комбинаторской кабине поэтому мы не можем определить сыр на есть сыр на игра значит скорее всего это был может быть дуле я точно нет на поле действительно вместо игоря дуле у нас вышел элана блумер кстати это очень интересно потому что блумер элана это игрок такого конструктивного типа игрок сборной бразилии кстати говоря вот и дуле игрок скорее разрушительного плана опорный полузащитник и это значит что шахтер попытается играть на неудержание не на удержание счета скажем так а на то чтобы его увеличить посмотрим это будет тем более интересно мотузолем с мячом перевел сюда налево ну составе нашей команды точнее замен потому что все игроки которые вышли в старте у нас на настоящий момент находится на поле сыграл сейчас хорошо белозор отбил мяч в центральный круг здесь косырин пытается в борьбе с тимащуком овладеть мячом но тема считать и лоштутка оказывается первым на мячем ливандовский тимащук и назад мотузолем как-то вот интересно шахтеру очень мудренно начинает свою атаку по крайней мере всем своим видом показываю что он уверен получен для себя исходе сегодняшней встречи спешить некуда команда ведет 1-0 сергей сгура но здесь раньше посвятил с арбитр нарушил правила в борьбе с и разумным рациям сбора и горняки подавать штрафной заменили мяч и теперь наступил на ногу сергей белозор разуму рацию перехватывает и номер элана его даниловский вновь в свою очередь делать такой же перехват центре поля и мяч на право на сергея сгуру хорошо быстро переходит наша команда в атаку заставляя оборону шахтера заработать на полную а будем догорить катушку делазев ганиловский хорошо принимает мяч но здесь мяч отскакивает нашего полузащитника и прямо в ноги жаться на а теперь мы тоже лен ошибается в передаче перехватывает досенко капитана деситов и на косырина вот теперь обыграть были вандовской но это сложно сделать доски мощный много не поиграешь конечно вот если так вот припомнить события первого тайма александра знаете вот я не могу не могу вспомнить ни одной и будем говорить ошибки опасной но ошибки и ливандовский само собой ни одной опасной ситуации которую бы в центре которой бы оказался наш александр косырин вот как-то его нейтрализовали вообще ну я думаю что это неудивительно если он играет впереди и там есть кому против него сыграть и беркаван и ливандовский это пара очень мощных жатсон с мячом тут я думаю должны просто полузащита активнее заиграть наши тогда и у косырина позиционное нападение в очень опасно исполнение донецкого шахтера и здесь хорошо сыграл против брондао что показывает судья по моему угловой полога упал дмитрий гришко да гришко сейчас схватил достаточно плотно сыграл с брондао да иначе могло бы быть плохо брондао шутки плохи хотя угол обстрела был довольно острый неудобный но тем не менее итак посмотрим как сейчас выполнит элана угловой это жатсон это же они очень похожи кстати фактуры тимащук в борьбе со скоропадом выигрывает мяч и тут конечно километровый офсайт да это тоже ряд футболе трамвайная остановка в сайт конечно можно просто очень грамотно выбежали наши игроки защитные линии да никто не задержался до искусственно все мы хорошо грамотно сыграли в линию до жатсон брондао получает мяч против него белозор и керлик хорошо вдвоем отобрали мяч брондао гелазик получает мяч на ход что дальше куда вообще даже мне непонятно что замышлят у гелазик обратите внимание что сейчас большой разрыв был в линиях все-таки вот здесь на правом фланге в центре поля никого не было из полузащитника некуда было сыграть даже трудно было рассчитывать на гигантская силы рывок луценко понимать не было тренирового мяча ну и луценко сегодня как бы больше нападающего играет да разумеется он играет в паре с косыриным немножко более оттянутым более оттянутым да действительно но тем не менее его позиция это нападающий на тузове джатсон внимание воробей отлично отличный сейф рубля на добивание так хорошо очевидно сейчас конечно же вот это вы знаете вот вот это первый опасный момент который создали горняки с игры с игры во втором тайминге да вообще в игре мне кажется согласитесь не но вполне ударно нет вот на такую вот ударную больную дистанцию впервые не вышли если не считать это зале в этом тайме в этом биле практически смене штрафном я не думал что это был такой уж прям удар убойная сила вот сейчас дистанция была действительно убойная и зато угол был обстрела серьезным будем так говорить усилием это лето при ровном упустил мяч гелазев довольно безобидная ситуация сравнительно конечно безобидная а что сейчас а сейчас не прав был бразилец и гелазев вступил в борьбу вот здесь сбора очень хорошо логил врачом и на луценко вот здесь но конечно вот это между прочим голевая карточка совершенно верно и совершенно справедливо вторая желтая карточка донецкому шахтеру сегодня это заработал на венбеку он совершенно верно горького заработал желтую карточку да была опасная потенциальная атака могла бы левого фланга на на эту передачу будет выглядеть уже воображаемый выходил косые ну что-то по горячим с ударом не получился удар из воды и главное главное набирал скорость хорошего евгений луценко вообще такой полузащитник который вот как бы ну рано как его шинковым да это очень хороший стартовый скорость для него не проблема там 30 метровом отрезке оторваться от защиты правильно конечно есть у него такое свойство безусловно сейчас брондау борется там упорно ведь и оставляют мяч своей команды матузальем хорошо отбирает чисто отбирает оценка у него мяч сейчас уценка хорошо очень лоский очень хорошо дальше поражает атака нет ну здесь вот темп темп потерян конечно же поспешил с передачей сейчас евгения луценко не нужно было этого делать наверное надо было чуть-чуть придержать мячик не нужно было не то есть не передать мяч доценка хорошо перевод гелазер нет не получится сейчас сырная конечно останется с мячом и мяч все правильно после она падает в лицо и уходит за боковой тоже хорошо хорошо обыгрывает здесь вот ошибся конечно кассирин нарушил правила но уже потеряв мяч конечно безусловно ну что делать кассирина силы тоже не беспредельно 1 обыграл хорошо тут же подстраховал защитники на подступах штрафной площадке возле ее от боковой линии ведь и отобрали мяч донецкие футболисты и ян лошковка будет вводить мяч со штрафного ливандовский шахтер по направо переводят начну не очень точно собирали и что черноморец будет смещен дальше нет шахтер шахтер вводит мяч из-за боковой линии отыгрывается там на дальнем от нас фланги сейчас наверное будет передача тимошчуку в очередной раз нет эти довольно рискованно между прочим на ливандовского сыграли быть тимошчук оказался с мячом и его ключевая передача до подключили справа эта сторона наверное и дальний пас куда жатсон здесь грешко на месте даниловский хорошо сыграл мяч у донецких футболистов на брондау передача была мотузальям с датсан очень быстро комбинирует сейчас в центре нападения так желательно не терять мяч на поступе что я сразу ну-ка аккуратнее аккуратнее нужно грешко знаете какую технику джатсон показал да и сходу тимошчук пытался сходу поразить ворота не получился вот тройка бразильца вы знаете она очень серьезная вообще по уровню своей игры я веду джатсон джатсон мотузальям и его сейчас вышел и ладно да умер лана да конечно вот она эта троечка она такая знаете как бы образует что ли центральные ядровые атаки у донецкого шахтера и да и приходится туго против в них очень плотно надо нужно играть пока у черноморцев не самое интересное эти игроки могут мгновенно поменяться местами правильно джатсон может сместиться на место мотузалема и наоборот ну брондау понятно брондау играть чистого форварда конечно вот а все остальные они постоянно меняются местами и здесь нашим игрокам конечно сложно уследить за их перемещением но тем не менее получается как хорошо по замыслу сыграли по исполнению хорошо очень на всяк случай грешко решила мудрость руденко здесь руденко ему дело замечание искать мог меня ставить я бы выбил бы подальше в поле мяч ну да ладно разве нравится будет вводить мячи за боковой линии левой линейной донецкого шахтера и вот брондау ведь и ищет вариант встречи с мячом смещается ливандовских центр отдает своему партнеру дырка ван дырка ван опять дарю сыр на нас армада и сыр на отца на воробья играет но не получилось но вот теперь вот очень хорошо даниловский можно хорошо здесь там тема щек подоспел на выбранность за боковую линию наша подстраховка налаженного место шахтера буй здоров к сырин даниловский хорошо назад кирлик теперь вот теперь смотрите какая зона совершенно пустая и здесь вот направо напрашивалась на сергея с гуру надо выходить до выходит руденко и решил на всяк случай про еще назови на составе донецкого шахтера на поле выходит двадцатый номер алексей белик обратите внимание еще одного атакующего игрока выпускает донецкий шахтер и меняет андрея воробья тут к бровке подбежал руслан гелазев что-то у него с ногой по моему сетуют показывают нашим врачам на то что когда столкновением что-то получил повреждение обидно конечно потому что достаточно такой ключевой игрок гелазер белик будет замену нас сегодня я думаю что пора бы все-таки семена еще вводить в игру свежие силы еще один игрок сборной украины появился донецкая шахтер алексей белик заменил один игрок сборной другого вот на сейчас мотузолем с мячом отыгрался с партнером бразильским и раз подворота пытался подавшую грешку здесь на подстраховки очень хорошим и снова не удается блокирует его передачу ну что ж достойно пока что наша команда сопротивляется донецкому шахтеру и это приятно почему потому что все мы помним печальный случай в игре с против киевского динамо когда после второго гола наша футбольная команда практически расклеилась да уж мы не будем о печальным тем более что вот радостно например что руслан гелази возвратился все-таки в строй после некоторых жатса помощи подача в штрафную он тогда это опасно косырин уже пришел на помощь и тишковал центрального защиты хорошо александр коса динка но здесь просто наехал судья и отреагировал адекватно даркеллан был неправ и черноморец без свистка длинного но и вот такая там сейчас не хватало нам а кто это у нас пострадал у центра пострадал итоге после жесткой игры даркеллан и совершенно неоправданной мощный центральный защитник шахтера да некоторая пауза в игре я думаю что вот если у нас появится время то стоит сказать что конечно главная проблема всех команд кроме донецкого шахтера и киевского динамо это игра на выезде что и предопределила их сегодняшнее положение скоропад длинная передача на косырина но здесь вас случилось до ступка просто вовремя вышел да ему было проще вратарь мяч ему навстречу он играет руками так что все нормально да и хороший просто вратарь так вот я хотел сказать что просто если бы черноморец хотя бы играл на выезде примерно так как дома а именно так поступают шахтеры киевская динамо то конечно не было бы такого разрыва между двумя лидерами и остальной группой команд борющихся за бронзу и зону уефа и вот даже если смотреть допустим статистику в одессе десять матчей команды сыграли и по четыре черноморец выиграл и проиграл и две ничьи то есть очень пристойный результат а когда смотреть донецкие матчи то из 11 матчей с шахтером черноморец выиграл только один а проиграл целых девять и кстати на выезде в первом круге черноморец тоже уступил 0-1 правда выглядел очень достойно вот так что можно было бы еще если позволить пауза нам какая-то если на возникнет об этом сказать подробнее пока черноморец с мячом и возвращает мяч да нельзя грешко играть руками естественно и вот тут видите как тимащук грамотно разобрался и вот здесь они здесь возле нас на левом фланге свои атаки скомбинировали перевели мяч центр и посмотрите 36 номер это вышедший на замену калану дабл с мячом отыграл назад не спешит шахтер они контролируют ситуацию игру и счет напомню после удара анатолия тимащука со штрафного 1-0 в пользу шахтера перевод мяча на дарио сырну и сама сейчас комбинирует с партнером ошибается очень хорошо обрезка как говорят и вот опять вот опять идет срыв голевой атаки это правда не такой очевидный срыв будем так говорить может быть не голевой но по крайней мере срыв быстрой атаки согласитесь Игорь что игра сегодня на редкость корректно по-настоящему нет серьезных нарушений очень хорошо конечно кстати говоря ровно месяц остается до начала нового пятнадцатого чемпионата украины высшей лиги за три дня до этого в одессе состоится матч за суперкубок где уже ясно что встретиться донецкий шахтер и киевская динамо точнее киевская динамо и донецкий шахтер так будет лучше сказать потому что киевляне уже обладатели клубка украины а шахтер еще только борется за титул чемпиона хотя вот до титула этого самого его отделяет уже совсем немного сложнейшая ситуация мяч не засчитан вне игры вне игры да неприятный конечно был эпизод но видите двадцатый номер донецкого шахтера это был у нас Алексей Белик не попал в ворота а замыкающий игрок уже был вне игры итак 1-0 по-прежнему Черноморец выигрывает у шахтера в предпоследнем 19 туре чемпионата Украины здесь в 29-м извините в 29-м да на 10 пошелся в 29-м туре предпоследним здесь в Одессе на центральном стадии Черноморец а на центральном стадии Черноморец сегодня присутствует 25 тысяч зрителей друзья и это абсолютный рекорд нынешнего чемпионата в том что касается конечно же посещаемости наших домашних футбольных матчей я думаю что рекорд этот предопределен несколькими обстоятельствами во-первых удивительной интригой этого матча когда здесь может решиться судьба чемпионата Украины первого места в нем ну и соперник как бы имеет высочайшую репутацию поле к тому же в отличном состоянии погода прекрасная футбольная что еще надо чтобы хорошо играть пришел данный стадион к тому же еще и воскресный день ну что ж и вдобавок ко всему друзья сообщим интересующие нас результаты параллельно проходящих матчей да что там в Мариуполе в Мариуполе значит у нас по-прежнему 0-0 в Мариуполе по-прежнему в Небробетровске 0-1 в пользу Кривбаса это кстати будущий соперник черноморца в последнем да и единственное что из интересующих нас матчей изменился счет в Донецке где металлург принимает металлист там металлург открыл счет 1-0 повел в этом матче ну я думаю что в этом мало кто сомневался что в конце концов металлург металлиста будет выигрывать на своем поле хотя кто знает было немало уже сенсаций может быть ему я любит и сегодня так посмотрим что у нас происходит в Одессе а в Одессе тем временем Ливандовский там с Баркованом перепасовывается не очень спеша и не точная передача черноморцу желательно обострять игру и вот мне почему то кажется Игорь что Семен Альтман обязательно кого то выпустить на усиление атакующих действий мне кажется что уже давно пора бы было это сделать почему потому что явно видно что игра нашей команды находится в степени стагнации что ли то есть в некотором застое и требуется по моему срочно требуется какая то свежая кровь в виде в виде прежде всего Евгения Лошенкова я бы про стагнацию может быть и не говорил но по крайней мере действительно нужно Касселин с мячом хорошо отлично Гришко оттягивается назад и здесь Дело в том что Гришко до мяча не дотягивался по-настоящему и довольно жестко сыграл Левандовский безусловно Тимощук упустил мяч да видите Барандалу решил показывать свою технику держа мяч тем временем кстати он немножечко крадет секунду у Черноморца естественно Черноморец сейчас должен вводить мяч в игру и время работает не на хозяев поля естественно у нас на левой бровке Дмитрий Гришко выбрасывает мяч на Косырина да а Косырина Луценко делает рыбок хорошо овладевает мячом но тут же его теряет Тимощук посмотрите с мячом снова Тимощук и точен передача Анатолия а вы здесь рука нет мяч нашел руку а не рука мяч конечно это было невольное попадание здесь совершенно правильно судья не реагировал сейчас сразу несколько футболистов пытались организовать такой прессинг что ли на Игоря Ищенко футболисты Денинского Шахтера разумеется прежде всего с Жатцем по-моему был Тимощук протестовал Шахтер многие игроки которого устали после матча за свои футбольные сборные я думаю что все таки выглядит сегодня если не утомленным то по крайней мере команда которая не собирается лишние силы затрачивать на победу даже если учесть что ее цена так высока ну а Черноморец мне кажется вот ему не очень то на пользу пошла двухнедельная пауза мне кажется что все таки игровые кондиции команда слегка потеряла нельзя не отметить еще одно обстоятельство в то время как мы потренировались на Одесском сигнале выиграли с учетом 6-1 донецкая команда потренировалась на куда более сильном сопернике очень хорошо ну как же так вот это реальнейшая возможность сейчас была столкнулся лоштовка с Дарио сырной потерял полностью контроль над ситуацией и здесь с Гуром ну зачем же так было сразу спокойно разобраться в ситуации было время никого не было рядом я могу вполне понять эмоции моего партнера Игоря Шифигулина действительно это был тот самый редкий случай когда во многом сами футболисты шахтера в километре в километре по повтору опять же в километре никого не было Сергея Сгуры спокойно прийми мяч и точно ударь в любой угол в любой лоштунка был уже в ней кто-то из полевых игроков мог будем так говорить только ценой нарушение правил только ценой пенальти ну ладно момент этот прошел Игорь пока заметим что столкнулся с вратарем игрок шахтера очевидно пострадал и сейчас его даже выносят на носилках мы пока не видим кто это ну по-моему это был Дарио сырной все-таки насколько я успел заметить может быть может быть но будем надеяться что ничего серьезного Черноморец тем временем пользуется этой паузой для того чтобы попить а мы я предлагаю вам воспользоваться тем это был 26 номер Разум РАЦ это РАЦ да а я предлагаю вам вспомнить о том что у Черноморца появился дополнительный материальный стимул благодаря руководству киевского Динамо сегодня одержать победу я думаю что тема эта достаточно щекотливая правда Игорь но все-таки давайте напомним я видел что вы в репортаже об этом даже говорили ну вот сейчас ну не стоит все-таки нашим футболистам так спешили в данном случае это был Александр Косырин равно как и эпизодом ранее это был Сергей из города действительно сделал такое заявление президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркинс и вот на мой вопрос Сергея Узгури который я задавал он спросил известное ему об этом заявлении кстати а в чем он состоит давайте напомним может быть не все знают ну суть состоит в том что Игорь Михайлович пообещал премию игрокам черноморца если они будут отнять очки у шахтера естественно даже имелось суть представляете интересная ситуация сейчас давайте посмотрим как Кирлик будет подавать штрафной вот сейчас ситуация обостряется болельщики поддерживают свою команду Кирлик Кирлик очень неплохая точка для Кирлика игроков прошло гон Александр Косырин 1-1 работала точки Андрея Кирлика но как же летел этот мяч Александр как он летел я вот увидя эту торе я задаил дыхание я чувствовал что он найдет голову Александра Косырина Ну как же Будем так говорить, тексанули Защитники Донецкого Шахтера Я надеюсь, что наш микрофон Гидерга, эмоции Вы посмотрите Просто замечательно Он завис в воздухе Александр Он как бы завис в воздухе Причем сказать, что он нашел голову Косырина, наверное, будет не очень справедливо Косырин рвался к этому мячу И встретился с этим мячом И блестяще направил его Сколько раз в таких ситуациях, вы вспомните, Александр Именно с подачи Со штрафного, с углового Андрея Кирлика Такие мячи влетали в сетку ворот наших соперников Я хочу напомнить нашим болельщикам Что одна из интриг Сегодняшнего матча состоит в том Что сегодня играют самые результативные бомбардиры Александр Косырин Как-то нервничали игроки Шахтера Посмотрите, Лана как отреагировал сразу же Ну вот здесь, вот здесь вот до свистка нельзя же было так делать Я, честно говоря, мне трудно судить, был ли свисток Но, по-моему, очень слишком быстро Продолжается атака Донецкого Шахтера Сразу несколько футболистов Донецкого Шахтера Сейчас вне игры было, но пока что передача не последовала в направлении Как ошибаются игроки черноморца Ай-яй-яй Вне игры, вне игры Вот сейчас вне игры было Так вот, я хочу напомнить вам Что сегодня играют самые результативные игроки на поле нашего чемпионата Александра Косырина Это 14-й мяч, только что на ваших глазах был забит А Брондау, у которого 12 мячей Еще сегодня не отличался И даст бог, этого не произойдет Пожил стадион Черноморец 25 тысяч болельщиков Зовут вперед Идти в нашу команду Конечно, сейчас у нас должны появиться дополнительные силы И это демонстрирует Александр Косырин Вот в отчаянии, в такой борьбе он пытался водить мячом Но опять же, вне игры, действительно В момент передачи, все четко Безусловно В момент передачи вне игры Брондау рванулся вперед, но действительно Это был, кстати, Джассен Да, это был Джассен И в момент передачи сразу четко фиксируется положение Вне игры Кирлик на левом фланге Ах, еще бы раз так найти Но Косырин даже не шел туда, конечно Не понял, не понял сейчас Косырин замысл Я думаю, ликуют действительно заслуженно наши болельщики Потому что вот эта традиционная двухходовка Я бы сказал, со стандарта Кирлик, Косырин Это было здорово Теперь очень важно не ошибиться дальше Внимание, аккуратно Вот здесь вот, очень аккуратно И гол Посмотрите, какой выбор был И гол, ну так же так Посмотрите, какой громадный Ну как же так Провал, просто провал был В оборонительных порядках нашей команды Тут трое Трое футболистов Донецкого Шахтера Выходили на эту передачу Ну что ж такое Как же так можно было провалиться И сейчас, конечно, пеняют друг на друга И Кирлик, и Доценко, и Белозор Гелазиев Тут все друг на друга пеняют Ну как же так Сейчас мы, я думаю, посмотрим повтор этого мяча Ну так нельзя действительно играть Матузелем По-моему, Матузелем был автором этого гола Вот только-только мы ликовали Поспрянули духом Ну это, конечно же, еще не конец матча Да, но Примерно 15 минут остается Плюс компенсированное время Да Да, Матузелем Ухлечился в сегодняшнем матче И пошел игрок Черноморца Готовится выходить на поле Явно будет то самое усиление Я думаю, что это будет все-таки Вашенков Как, Игорь, вы предполагаете Именно у Евгения есть навыки игры впереди Посмотрим Я думаю, что, в принципе, Александр Нам уже терять нечего Правильно Ну, конечно А вот попытаться что-либо изменить В сегодняшнем матче нужно обязательно И вот Евгения Лошенкова, я не знаю, почему так долго тянет с заменой Семена Альтман Давайте предположим, что Альтману все-таки виднее У него есть свои соображения Возможно, у него есть, конечно же, свои соображения Вот, ну Вот сейчас передал записку Александр Скрипник Резервному арбитру С номером игрока, который выходит на замену Мы сейчас узнаем По табличке, какой же именно игрок Выйдет И тут же еще одну такую же записку Понес кто-то из тренеров Шахтера Давайте заметим, что... Да, Лошенков Ошибка Евгений Лошенков Ошибся сейчас Гелазев Лошенков, как мы и предполагали Подзывает сейчас Лошенкова к себе Семена Альтман и объясняет ему еще раз задачу А вот кого заменит Лошенкова, вот интересно Ну, я думаю, что в принципе он может заменить и Луценко в том числе Ага, Даниловского меняет Интересный ход Даниловского А, Даниловского Увеличить скоростную игру внизу, надо полагать Потому что Лошенков сильно уступает росту Я думаю, что наша команда сейчас будет перестраиваться Потому что Лошенков у нас опорный полузащитник А... Нет, Лошенков последнее время... Даниловский Я думаю, Даниловский опорный полузащитник Да, Лошенков Игрок тяготейщик к нападению Из группы атаки, будем так говорить Ну что ж, посмотрим сейчас за перестановкой нашей команды Брандау Брандау оттягивает на себя троих защитников черноморца И остается с мячом, поразите Скоропад Гришко уже здесь Посмотрите, какую технику показывает Лошенков Вот хорошо, Гришко бросается в ноги Скоропад И Брандау нарушает право Да, конечно И получает еще... Еще одну желтую карточку Уже третья желтая карточка в Донецке Честно говоря, для Брандау это первая желтая карточка Нет, но третья у команды Третья у команды, да Ну пока Брандау очень хочется забить, наверное И Флавиуш Стойкон также готовится выйти на замену Да И еще одна замена сейчас будет, судя по всему, и у черноморца Показывает Александру Скрипнику что-то А Семен Альтман Стойкон меняет Брандау? А нет Кого заменил Стойкон, Игорь? Вы не заметили? Честно говоря, я не уследил, потому что я смотрел В этот момент В сторону нашей скамейки запасных Я думаю, что Стойкон кого-то из игроков Все-таки защитник линии Касырин, хорошо! Ну, здесь на месте Успел Серна Серна Матузалем Брандау с мячом тем временем Здесь аккуратно, здесь, безусловно, нужно играть нашим футболистам И так, к сожалению, мы опять проигрываем с чем-то 1-2 И вновь оказываемся в роли отыгрывающейся команды С гора с мячом На месте центрального нападающего И Непонятно, зачем он сейчас отдавал назад Потому что там спокойно было Можно отдать Ну и вдвоем непонятно, почему он так просто сыграл Руденко Заставил упустить мяч за боковую Руслан Гелазев Ну что ж, не будем впадать в уныние Еще есть время отыграться, безусловно Самое главное сейчас Нашим игрокам не потерять концентрации В том, что касается игры в обороне Потому что мы видели, что Просто не то чтобы промельчиво Даже По-детски, что ли, наши защитники повели себя в этом эпизоде Безусловно Когда был пропущен второй мяч Потеряли просто своих подопечных Ну не знаю На что они рассчитывали Может быть, они пытались создать искусственное положение вне игры Так это было поздно В результате сразу трое игроков Шахтер оказались на убойной позиции Убойной дистанции Что называется, на выбор поражали ворота И уж кого-нибудь из них Из этих троих Фанговая передача должна была найти Оно так и случилось Тем временем Наш игрок потерял мяч И сейчас Черноморец Вернее, Шахтер Вбрасывает мяч из-за боковой линии И снова Сырна Сырна пытается направить мяч вперед Луценко Ну как можно так ошибаться Не бревно Здесь надо успокоиться Все-таки нашим футболистам Сейчас спокойно И выверенно играть Потому что Каждая потеря мяча Она чревата Во-первых Новая атака Шахтерова Во-вторых Потери времени Просто на просто игрового Вот сейчас хорошо Лошенков отлично сыграл На опережение Кому? Опять же Опять спешим с передачей Лошенков опять В воздухе нарушил правила На месте Даниловского Пока что играет Лошенков Делает передачу Но перехватывает ее Тимощук Тузулем На месте центрального нападающего Хорошо Лошенков перехватывает у него мяч Сгура Надо не потерять Темп атаки Хорошо Касырин Отличная передача Забирает скорость Наш нападающий Нет Мяч ушел за линию ворот Отворот Обратите внимание Игорь Опять разрывление Очень большое На громадном участке поля Тем временем Александр Сгура Меняет Евгения Луценко Ну что ж Выходит Номинальный нападающий В составе нашей команды Вот сейчас я думаю Что игра нашей команды Должна быть Действительно быть Более акцентированной На нападение С другой стороны Как бы Луценко Тоже сегодня Атакующими действиями Занимался Скорее это признание От того что Луценко Не очень удалась Его функция Которую тренер Ему предписал Ну посмотрим Посмотрим что будет Остается Что-то порядка Семи Восьми Ну с учетом Компенсированного Может быть десяти минут Трудно сейчас сказать У нас нет Табло на стадионе Которое бы точно Время показывало игры Ну и потом Это все Компетенция судей Давайте Не будем забывать С мячом Ливандовский Перевод на фланг И вот Некому сыграть Лошенков на месте На Кирлика Тут же последовала передача Лошенков набирает скорость Но просится передача На него конечно же Лошенков с мячом Надо обыграть сейчас еще На левой На левой половине поля Сохранил мяч Сблокировал В руку попал мяч Ну в грудь скорее все-таки Судья был рядом И Я думаю что по реакции Лошенкова Я думаю все-таки в руку По реакции судья все-таки в грудь Ну посмотрим Скура Хорошо Вот здесь очень хорошо Александр Сгура Не удалось Сгури обыграть Защитника Такая вот комбинация последовала Двух братьев Старшего и младшего Сергея и Александра Сгура трудно было Очень согласитесь Найти острое продолжение Саша я не веду сейчас В этой ситуации Его со всех сторон блокировали Ну пытался что-то сделать Не получилось Не все получается в футболе Что хотелось бы Но вот видите Уже Черноморец Кажется только недавно Был близок к тому Чтобы не только премию Своего руководства Но и премию Киевского клуба получить Но ситуация ушла Это и теперь надо отыгрываться Ну я думаю что прежде всего Нашу команду сейчас интересует Положительный результат Почему потому что он продлевает Наши надежды на зону UEFA Деньги деньгами Безусловно Они в конце концов Рано или поздно заканчиваются Ну да Я об этом говорю Не потому что подозреваю Что это главный стимул Для футболиста Но все-таки думаю Что не так часто случается Ситуация Когда руководство Другого клуба Обещает официально Совершенно говоря Что это не является Как бы Юридически незаконным Деньги другого Игрокам другого клуба Александр Сгура Гелазев Машенков Керлик Немножко надо Острее Черноморецу Что-то придумывать Гуро Керлик Не видит продолжение Вот так Перевод в центр Хорошо Теперь что Гелазев Сбрасывал Мяч на Касырина Но здесь Передача была Не очень точна Это мягко сказано И сейчас Черноморец Будет водить мяч За боковой линией Немного надо Интенсивнее Попытаться прибавить В движении В скорости Деситом Я понимаю Что это Легче делать Глядя на ситуацию С комментаторской кабиной Но они же профессионалы Надо ускорять Добавить Только так Можно Шахтер переиграть Ну по крайней мере Забить ответ на мяч Второй Видите Все перекрыто Не видно Вариантов Ну вот Сейчас взял на себя Сергей Белазор Белазор Вперед Касырина Касырина Не точно Не знаю Такие вот Греши Такими некультурными Все-таки Пасами Наверное Нашей защиты В этом эпизоде Дождь продолжался Я имею ввиду Футбольный газон Является Одним из лучших Полей В нашей стране Если не лучшим Это я имею ввиду Конечно Черноморец Последние возможности Несколько минут Остается Вот сейчас Белазор Поднял руку Говорит Давай мне Я куда-нибудь Направлю мяч Поточнее Ну вот Мяч у Одесситов Надо Касырин просит Давайте ребята Попробуем сыграть Длинный перьяч На Касырин Могут перехватить Кирлик Перевод На левый фланг Гелазев Ну что Гелазев Надо быстрее Все делать Быстрее надо Конечно Опять на правый фланг Не точно Как не точно Куда же Так вот Направлять Устал Руслан Гелазев Устал Очевидно Потому что Вообще-то За ним Часто таких ошибок Не замечается Достаточно Простая ситуация А Шахтер Конечно же Не спешит Это понятно Только Несколько минут Отделяет Донецкий Шахтер От звания Чемпиона Украины Досрочного И тогда В последнем туре Их матч С киевским Динамо Который мог бы Быть решающим Превращается В пустую формальность Не так ли Да Безусловно К сожалению Это так Вот сейчас В очередной раз Наши игроки Пытались создать Искусственное обложение Вне игры И опять Флажок Линейного Арбитра Не был Остался Будем договорить В своем Обычном положении Я думаю Что все В том эпизоде Вы знаете Александр С пропущенным голом Вторым Наши все таки Пытались создавать Вне игры Искусственно Я ошиблись Может быть Правым флангом Идет Атака Шахтера Здесь Гришко Играет головой Хорошо Делазит Длинная передача Куда На Левандовский Кстати Возвращаясь К вашей версии Игр Может быть Тут злую шутку С ними сыграло То что Не раз Это ему давалось И они уже поверили В то что Способно это Четко делать В линию Выходить вперед А здесь Как раз Не тот случай Может быть И так Контролирует Мяч игроки Шахтера Это и понятно Сейчас Сергей Белозор Прервал передачу Кстати Довольно опасную Передачу Тимащук Одного Второго Проходит И бьет По ногам Павла Скоропада Ну я бы сказал Так Цепляет За ногу Играет В любом случае Дрязновательно Конечно Что и бывает Дорогие зрители Сегодня Делазев Длинная Передача На Кирлика Не доходит Она До адресата Я думаю Игорь Что как бы Не завершился Как бы не завершился Этот матч Никто не сможет Упрекнуть Черноморец В том что Он не отдал Все силы Для победы Не все удалось Да Или в том что Допустим Шахтер купил Игру Наша команда Сражалась И вела себя достойно Да Конечно Бонецкий Шахтер Классом Выше Каждый По Очереди Каждый Каждый Из Игроков Уже пошла Последняя Минута Да И обратите Внимание Если нам Покажет Режиссер Концентрация Журналистов Совершенно верно И с телекамерами И с фотокамерами Все нацелены На Мирчел Лучевский Камеры На Виктора Прокопенко Одессита Который сейчас Спортивный директор И Впрочем Еще не показали Сколько же Все таки Будет компенсировано В этом матче Да Кстати Действительно Очень своевременное Замечание Я думаю Я думаю Что все таки Пару Нам Добавит Вот Подходит Арбитр Четвертый Арбитр И показывает Две минуты Я так и думаю Две минуты Две минуты Компенсированного Времени И Эти две минуты Собственно Остаются Черноморцу Для того Чтобы Пытаться Сделать Нищу А вот Внимание Атака Очень хорошо Руденко Играет Против Белика И Третий мяч Пытался Спасти Ситуацию Сергей Белозор И все таки Залетел Этот мяч Схватился За голову Наш защитник Схватился За голову Руденко Казалось бы Уже была Ликвидирована Эта Опасность Ну как сказать Ликвидирована Да Занял Защитник Место в воротах Но при этом Ударил в дальний угол Игрок Шахтер Кто это был Это был Сейчас он снял Футболку с себя Да Не хочет нам показывать Свой номер И мы поэтому Не можем так разобраться Тем более Вдали от нас У той трибуны По-моему Это был Матузолин Да По-моему Сейчас он наденет Нет По-моему Это не Матузолин Это не Матузолин А это был Белик 20 номер Белик вышел И получил Желтую карточку Игрок сборной За то что раздевался Нет Я думаю За то что затяял Время Может быть и так Трудно сказать Но во всяком случае Какие-то считанные секунды Еще остаются Но судьба Матча Естественно решена Шахтер чемпион Надо признать Что несмотря на то что мы Поливают уже друг друга Футболиста Шахтера Водой Да А могли бы и шампанским Поэтому Шампанское время Матча вряд ли Можно поливать Матч уже завершен Я конечно шучу Практически завершен Отыграть два мяча Невозможно И один затруднительно Во всяком случае Теперь уже Футболисты Просто доигрывают Матч И нам остается Наверное Только поздравить Донецкий Шахтер Заслуженной победы В чемпионате Украины И отметить Что все таки Победа эта Одержана в последнем матче По крайней мере При серьезном сопротивлении Одесситов Финальный свисток Арбитра Игоря Ищенко Возвещает о том Что чемпионом Украины Сезона 2004 2005 Годов Становится Донецкий Шахтер И мы поздравляем Всех игроков Шахтера Тренера Мерча Луческа Но особенно Наверное Одессита Виктора Евгеньевича Прокопенко Спортивного директора Этой команды Которые много лет Вместе с главным тренером Нашей команды Семеном Альтманом Работали тренерами И привели Черноморец В свое время К высшему достижению За всю его историю Это Четвертого месяца В чемпионате Еще СССР И участие В кубке УЕФА Где выступил Черноморец Очень достойно Ну вот Все Поздравления В адрес Шахтера Вы будете Сами Все что происходит Теперь на поле А нам остается Надеяться На то что Черноморец Свою последнюю игру С Кривбасом На поле соперника Ровно Через неделю Проведет достойно И там уже будем смотреть Подхватывают Ливандовский Лаштувка Сырна Подхватывают Луческу И сейчас по-моему Будет качать Да Вся команда Качает своего тренера Да Во время Да Две трибуны Оранжевые Оранжевые Этого города Сразу же По окончанию Победного Будет устроен Градиозный Концерт В котором Должны были Принимать участие Многие звезды Украинской Российской Поп-сцены Конечно же Сегодня весь Донецк Будет гулять Ну а что Нашей команде Нашей команде Вот давайте Посмотрим еще раз Гол Второй гол Ну посмотрите Действительно Явно провалились Тут Маттузальем А Игорь Здесь об офсайде Не могло быть речи Потому что Игрок владеющий Мячом Вошел в зону И Не могло быть там Офсайда Вот Ну а Сейчас я хочу Еще просто сказать Что теперь для нас Интересно Во-первых Как киевляне Будут играть с Донецком В последнем туре Да и вот Третий гол Ну тут Явно не дотягивался Сергей Белозор До этого мяча Конечно же Руками играть Он не хотел Это понятно И Что Оставалось ему делать Да Практически ничего Нам остается Только Понадеяться На то Что Черноморец С Кривбасом На поле соперника В последнем туре Будет выглядеть достойно И может быть Наберет очки И тогда уже будем Смотреть Что в итоге получилось Ну что ж А тем временем Готовится выйти На связь Наш корреспондент Александр Ведренко Который находится Как всегда В зоне особого внимания Я имею ввиду Футбольный газон И Мы передаем ему слово Спасибо Спасибо огромное Игорь Ну что ж Закончился матч Вы знаете Я вот сейчас Попытаюсь Анатолия Этим Ищука Сюда в кадр завести Анатолий На секундочку У нас прямое Включение Телекомпания Глаз Одесса Мы поздравляем Вас всем Что Вы стали Чемпионами Скажите пожалуйста Ну вот Вы ехали С полной уверенностью Что в Одессе Победить Или все-таки Где-то Какие-то были сомнения Вы сами видите Одесса сравняла И был счет 1-1 Но смогли победить Переломить эту игру Вы понимаете Мы в Одессе Очень тяжело Последние два года играли Проигрывали Одесса Очень сильная команда И хорошо играет дома Нами в Донецке Было тяжело Но получилось так Что мы стали чемпионами Это самое приятное И все Спасибо Анатолий Спасибо огромное Ну что ж И мы теперь переходим К нашим одесским К одесским болельщикам Василий Ну грустно конечно Да что мы проиграли Но между тем Вот болельщики наши Они абсолютно без всякой злобы Вот без злобы Как наговорится Они провожали наших игроков Да потому что ребята боролись Ребята бились И болельщики просто Всегда вместе с нашими Я слышу что сказал Толя Тимощук Мне приятно что Человек защищает сборную Украины Я болею за него И с удовольствием смотрю Когда Саша Кассирин выступает за сборную И Сему с удовольствием жду в сборной Да ситуация такая получилась Что волнорезом сегодня были мы Мы болели Мы переживали Мы надеялись И результат был В качелях По-детски Тыр-дыр Тыр-дыр И мы надеялись Что будет результат Ну жаль Сегодня мы не смогли Добиться результата Но тем не менее Любой Любимой команде Она не остынет Мы любим ее Мы не остановимся Мы будем ждать Кубка УИФа Я не говорю Что я прихожу Я прихожу Ну Начиная Я родился в парке Шевченко Вот здесь вот Операционная Моих окон Выходила Мой папа говорил В сторону моря Это ж не даром приходит Мой папа за ручку Меня приводил На Одесский Черноморец Я люблю свою команду С тех времен Когда я был малышом И тем приятнее было Сегодня видно Полные заполненные трибуны Стадиона Черноморец Ну объявили официально Что 25 тысяч Ну по-моему больше было Да болельщиков Ну практически полный стадион Был сегодня Нас всегда больше чем объявляют Но смысл не в этом Я Мы же Прекрасно известно Что мы в абонементах Мы ходим Болеем Но суть образа какая Мы ждем УИФа И мы будем ходить До боли До слез отращения Причем сказал это не я Миша Жванецкий Ясно Спасибо огромное Ну что ж Болельщики Мы остаемся с Черноморцем И Теперь Следующий матч Черноморец играет на Визе Ровно через неделю 19 числа А мы здесь с вами встретимся Обязательно 9 июля Когда будет на нашем поле Играться Суперкубок Украины Когда Динамо Киев Встретится уже С чемпионом Украины С шахтером Донецк Итак до встречи Смотрите Субтитры сделал DimaTorzok